Глава 61. Встреча с Тоби После того, как Югита испарилась, волна усталости буквально сковала мое тело. Смутно помня происходящее, я поплелся к футону и задремал под шумные возгласы ненятой Би. Так прошел остаток ночи. Когда я проснулся, солнце уже немного вышло из-за горизонта. На этом моя небольшая передышка окончена. Хоть долг перед Канохой выполнен, у меня все еще есть не менее важная цель. Хакаги дал мне около недели на реализацию плана. Значит, за эти шесть дней я просто обязан на эти решения. Я быстро собрался. Очистил свою одежду от слоя пыли и грязи. Перевязал рану и закрепил катану на поясе. Когда вышел на улицу, Би сидел в саду и медитировал. Выслышав шаги восьмихвостый, вытянул руку в мою сторону и проговорил. Вижу, ты совсем разобрался. Неужто домой уже собрался? Ну, не совсем, честно ответил я. У меня есть еще одно дело. Но правда времени остается чертовски мало. Поэтому ты уж прости, не могу остаться. Ха, дурак простак, не извиняйся, коль дело важное, то это пустяк. И все же, я хотел бы поблагодарить тебя за все, Би. Пожалуй, ты единственный в деревне, кто не смотрел на меня как на животное все это время. Дженчурьки восьмихвостого поднялся на ноги и подошел ко мне. На его лице была широкая улыбка, его кулак легонько врезался в мою грудь. Видеть в человеке врага легко, за злобой не слышно сердце свое. Не прощаюсь с тобой я, дурак простак. Мы точно увидимся, поверь в этот факт. Хе, надеюсь, ты избавишься от этой постоянной манеры говорить рэпом, пошутил я. Скорее рухнут эти склоны, чем я перестану сочинять свои строки. Оу, надо это записать для своего следующего концерта. Би достал блокнот и начал что-то неистово писать. Я покачал головой и уже двинулся вперед, как массивная ладонь схватила меня за плечо. Постой, не беги, дам совет тебе. Как только приступишь к своей важной цели, смотри, чтобы преследовать тебя не хотели. Значит, до самой границы у меня будет сопровождение? Хе, ну да, действительно, по-другому быть не могло. Надеюсь, простак, я не решил ты вредить, а то ведь прикажут тебя убить. С беспокойством отметил он. Нет, пожалуй, единственное, кому бы я и мог навредить это себе. Вся эта затея только ради помощи Канохе. Вот как, это другое дело, тогда действуй, как умеешь. Дерзко и смело. Главное помни, ты не просто шиноби. Побари свою тьму и все будет в норме. Не знаю, понимал ли Би, что внутри меня действительно много сомнений и неуверенности, или же просто взывал к благоразумию и доброте, но он один из немногих, кто смог полностью обуздать силу хвостатого зверя, поэтому в его словах было видно неподдельное беспокойство и желание помочь. Кхм-кхм, я услышал твой совет, избегу я с ним всех бед, йоу. Выдал я напоследок, протягивая Би кулак. Тот рассмеялся во весь рот и коснулся своим кулаком моего. Я быстро вскочил на каменную ограду, махнул рукой и двинулся навстречу своей первостепенной задачи. Как и говорил Би, за мной действительно увязались члены спецподразделения. Они довольно искусно скрывались, настолько, что я даже не сразу их заметил. Несмотря на мои попытки ускориться и оторваться, разорвать дистанцию было довольно сложно. Поначалу мне казалось, что их около пяти или шести, но после большого количества неудачных попыток сбежать от опекунов, я осознал, людей в разы больше. Они старались не выдавать себя, держались на расстоянии. Однако, я ведь не зря был в разведывательном отряде. Этакая наивность с их стороны даже поражает. Усевшись у ствола дерева, я перевел дух. В небольшом лесочке стояли высокие лиственные деревья. Для меня это было одно из немногих мест на территории страны Молнии, где можно избавиться от преследователей, потому что дальше шли равнины и горная местность. Похоже, особо выбора у меня нет, пробубнил я, активируя камы. Во время перемещения я сфокусировался на одном месте. Оно должно было быть в тылу шиноби скрытого облака. Иными словами, теперь я уже был у них за спинами. Согласно моим расчетам, расстояние между нами должно было составлять не больше, чем 500 метров. Поэтому лишь вопрос времени, когда меня обнаружат. Создав теневого клона, я тяжело выдохнул и проговорил. Думаю, нет нужды объяснять, что тебе надо добраться до границы целым и невредимым. От этого зависит успех всей миссии. Знаю, знаю, ответил он. Если честно, мне не по себе. Вдруг они решат напасть? Учитывая, что наше пребывание в деревне скрытого облака было не самым радужным, такое вполне допустимо. Понимаю, но придется положиться на удачу в этот раз. В конце концов, хоть ты и клон, тебе должно хватить чакры на использование шарингана. Хотя бы один раз. Но я прошу тебя не вступать в бой. Просто беги. Выдохнул он, сложив руки на груди. Я все понял. Добраться до границы, рассеять технику. В бой не вступать. Вести себя естественно. Спасибо, полагаюсь на тебя. А теперь иди. Они уже наверняка начали поиски. Будет тупо, если мы сейчас попадемся. Да, удачи тебе. Найди секреты клана Узумаки ради Канохи. Я улыбнулся и вновь погрузился в мир Камуи. Мой клон с шумом и треском двинулся вперед, привлекая к себе внимание. Через минуту послышались еще шаги ниндзя скрытого облака. Вновь обнаружив цель, они выдвинулись за клоном. Теперь-то они будут следить тщательнее. Так что я надеюсь, что не сильно задел их эго. Хм. На удивление, мой дальнейший путь прошел более гладко. Знание местности помогало избегать встреч с патрулями, а скрытые тропы и короткие пути давали возможность быстро преодолевать расстояние. К полудню я достиг море Касунда, которое разделяло основной континент со стороной воды. Хоть я потерял вчера много сил, кажется, моя чакра полностью восстановилась. Поэтому я решил преодолеть расстояние до скрытого водоворота, пробежав по водной глади. Солнце ярко отражалось от поверхности, слепя глаза. Было ужасно жарко, а волны периодически орошали мою одежду. В эту минуту я три раза пожалел, что решился на подобный шаг. Однако не это беспокоило. Деревня Скрытого Тумана, или же более известная как Деревня Кровавого Тумана, периодически высылала свои патрули, чтобы не допустить и минимального шанса присутствия вражеских шиноби. А учитывая тот факт, что мы все еще находились в состоянии войны, для меня это могло быть проблемой. Многие из ниндзя страны воды обладали предрасположенностью к водной стихии, и даже с Шаринганом было бы проблематично сражаться с такими противниками. Но удача сегодня благоволила. Я не встретил ни одного патруля. Может от того, что после войны основные силы были сосредоточены на защите прибрежных территорий, а может потому, что все опасались близко подходить к некогда великой деревне Скрытого Водоворота, которая была окутана мистическими историями. Таким образом, через несколько часов предо мной пристала она. Узушо Гакуре. Мое сердце буквально сжалось от увиденного. Величественная деревня, с некогда живущими в ней сильными шиноби, теперь была похожа на древние развалины. На небольшом острове среди высоких зеленых холмов стояла деревня Узу. Большая река разделяла ее на две части. С одной располагались крупные многоэтажные здания великаны, среди которых и ютились маленькие доминки, такие же, как в Канохе. С другой стороны виднелись строения, больше напоминающие храмы. Их вычурный вид даже со временем не потерял своей помпезности. Но теперь от всего этого великолепия остались лишь жалкие руины, покрытые мхом, пылью и кровью. Мои ноги отказывались идти вперед, будто бы все инстинкты били тревогу. Я дергался от каждого шороха, ни на секунду не убирая руки с рукоятки катаны. Шаг за шагом я взбирался по огромной куче массивных блоков, которые когда-то были чьим-то домом. Грута обломков напоминала гору. Трудно представить, сколь страшен был гнев нападающих, что они сравняли строение с землей. Когда я все же забрался на вершину, то обумлел второй раз. Из земли торчали колонны, балки, на которых изображался символ Узушио Гакури, тот самый, что носит шинобик Инохи на своей форме. Моя ладонь рефлекторно коснулась плеча. На душе стало как-то очень неприятно. Все это место было пропитано смертью, и хотя я не испытывал страха, это напомнило мне о том, что я и сам уничтожал множество невинных жизней. На одной из колонн под слоем пыли остался отпечаток окровавленной ладони. Трудно сказать, кому она принадлежала, о чем думал тот человек в последние минуты своей жизни. Я сложил руки вместе и помолился о том, чтобы боги позаботились о всех душах, погибших в этой кровавой бойне. Тихим ходом солнце начало опускаться, а это означало, что до темноты было необходимо найти ночлег, обезопасить себя и приступить к поискам. Я внимательно смотрелся, как и предполагал. Сейчас я нахожусь в жилых кварталах. Здесь нет ничего похожего на библиотеки, архивы или резиденцию местного лидера. Очевидно, что они находятся на другой стороне. Логично было бы перейти по мосту, только тот разрушен до основания. Лишь немногочисленные каменные основания позволяли понять, что некогда он вообще существовал. Значит, оставался один способ быстро перебежать через реку на ту сторону. Благо, чакры еще было предостаточно, и я вряд ли пойду ко дну. Но верно. С этой мыслью моя нога аккуратно вступила на водную гладь. Чередок колец, словно эхом, разошлась по водоему. Внутри меня что-то резко взбудоражилось с такой силой, что я тут же отскочил назад на сушу. Сердце бешено стучало, в висках колотило. Казалось, что я вот-вот умру. «Да что же это за чертовщина?» Процедил я с плева и пытаясь отдышаться. «Неужели это место и правда проклято?» Через пару минут меня отпустило. Было понятно, идти через реку опасно. Поэтому я решил вновь применить камуи, чтобы оказаться на противоположной стороне. Выдохнув, собравшись силами, мои глаза активировали способность. Но ничего не произошло. Я так и остался стоять на том же месте. После пары попыток все осталось точно так же, как и было. Камуи игнорируют любые барьеры. Так какого черта ничего не изменилось? Я попал под действие техники. «Но чьей?» Размышляя над происходящим, мои глаза быстро бегали по камням, пытаясь обнаружить врага или иную опасность. Все тщетно. Вокруг ни души. Я ничего не понимаю, но мне нельзя тут оставаться. Чем больше я медлю, тем больше теряю времени и даю противнику, если таковое имеется, шанс оценить ситуацию. Вновь вступив на поверхность воды, я не испытал предыдущих ощущений. Теперь все было спокойно. Это и напрягает. Медленно продвигаясь вперед, я стал ощущать некую уверенность, что несмотря на столь странную ситуацию, все получится. В этот момент край муха услышал свист, достав катану. Мое тело резко развернулось на 180 градусов, а руки расположили лезвие горизонтально. Звонкий удар о сталь. Нападавший целился в затылок. Но чем? Небольшой камушек, что отскочил от лезвия, тут же начал погружаться в пучину странной реки. Не теряя времени, я перевел взгляд в сторону, откуда, предположительно, был бросок и обомлил. На одной из колонн сидел человек. Черный плащ с красными облаками. Такие же темные перчатки и штаны. На пальце левой руки красовалось кольцо. И это, это чертова оранжевая маска со спиральным узором. В ней была прорезь лишь для правого глаза. «Ты…» – прошпел я, скрипя зубами. «Это… этого не может быть!» «Хе-хе-хе, как и ожидалось у Тоби до Сэмпая!» Гнусавым голосом протянул он. «У вас просто великолепная реакция! А вот лицо… У-у-у! Вы как будто сейчас взорветесь! Хи-хи! Сэмпай, неужели вы так рады видеть Тоби? Что эмоции раскрывают вас?» Мой взгляд был устремлен на чертову оранжевую маску. Внутри все колокотало от ярости. Будто бы надо мной насмехаются. Тоби сидел вальяжно и расслабленно. Одна нога его свисала вниз, весело покачиваясь. «Сэмпай, вы выглядите не очень. Может быть, хотите порцию целебных обнимашек от Тоби?» — весело спросил он, широко раскинув свои руки. «Пошел прочь!» — крикнул я, метнув в него кунай. «А-а-а-а!» — прозвучал испуганный голос Тоби, который неуклюже плюхнулся со своего постамента, пытаясь увернуться от атаки. «Сэмпай, вы же чуть не попали в меня!» «Это просто не может быть правдой!» «Думаю, обито думай! Это чертова Гензюцу! Кто-то поймал меня в свою технику! А значит, нужно срочно выбираться, пока враг не сделал свой шаг!» «Но кто настолько силен, что способен погрузить обладателя Шарингана в Гензюцу?» «Нет времени на эти рассуждения! Я, что есть мочи, направил поток чакры, чтобы прервать технику!» «Рассейся!» — громко сказал я, нарушив свой поток чакры. «Ух, наверное, что-то должно было произойти, не так ли, сэмпай?» — спросил Тоби, отряхивая свой плащ. «А-а-а-а!» — промычал я, прикусывая нижнюю губу. «Не сработало! Нужно попробовать дальше!» С этими мыслями я активировал мангеку Шаринган, и вновь никакого результата. «Черт, да что это за херня!» — сорвалось в моих уст. «Почему ты еще здесь?» «А-а-а! Ну это...» Начал Тоби, но не успел договорить. Я тут же нанес себе довольно ощутимый порез по левой ладони. Кровь карминовой струйкой начала стекать вниз, каплями тревожа водную гладь. Дыхание перехватило. Проклятая оранжевая маска продолжала пялиться на меня. Голова Тоби нелепо склонилась в бок, после чего он весело проговорил. «Хе-хе, кажется, у вас кончились идеи, Обита-сэмпай. Попробуйте закрыть глаза, мне обычно помогает. А, у меня всего же один глаз. Хе-хе!» «Ублюдок, да ты издеваешься надо мной!» — в ярости воскликнул я, доставая катану. «А-а-а?» В три прыжка я добрался до Тоби, и что есть мочи взмахнул ей, желая снести голову. Тот оказался, на удивление, увертливым. В не менее неуклюжем падении он рухнул на живот и прокатился несколько метров, пытаясь спрятаться за камнем. «Сэмпай, давайте все обсудим. Не знаю, чем Тоби виноват, но он просит прощения!» В испуге кричал он, отползая все дальше от череды моих атак. За собственной яростью я перестал трезво мыслить. Беспорядочный каскад свалился на меня, словно ком. «Почему? Почему все так реально? Отчего я не могу прервать действия этой техники?» Мое дыхание стало сбивчивым, рука тяжелела. Когда я, наконец, прижал Тоби к разрушенной стене, тот лежал на спине, вытянув перед собой руки. «Сэмпай, мы же друзья, правда? Никакой ты мне не друг, чертова иллюзия!» «Иллюзия? Тоби реален! Потрогайте меня, сэмпай!» Я схватил его за ворот плаща и притянул к себе. Ощущения максимально реальные. «Человек, что создал Тагензюцу, обладает неслабым контролем чакры и незаурядным интеллектом. Во что же я влип? Пора это заканчивать!» Процедил я вонзая катану в тело Тоби. В ту же секунду вместо него в плаще оказалось бревно. Он еще и техники использует прекрасно. Большинство иллюзий совершает очередную метаморфозу при взаимодействии с ней. Однако сейчас воздействие на мой мозг направлено таким образом, чтобы я поверил в реальность происходящего. Чего же добивается этот чертов кукловод? «Кхм-кхм, сэмпай, если бы я вас плохо знал, то подумал бы, что вы хотите убить меня!» Проговорил торчащий из земли голова. «Поэтому, на всякий случай, я использовал технику земляного крота. Только выбраться теперь сложно. Кажется, я застрял». Оранжевая маска трепыхалась в разные стороны, бессильно и тщетно пытаясь выбраться. «Если я не могу нивелировать действия техники, то, может быть, хоть заставлю ее хозяина показаться? Посмотрим, что будет, если я пойду достаточно далеко, чтобы он не смог продумать мир своей иллюзии». Я бросил плащ на голову Тоби, который все еще барахтался в земле, после чего вновь побежал по воде в сторону второй половины Узу Гакури. Не успел я пробежать десяти метров, как нелепый образ моего прошлого материализовался напротив меня. «Стойте, сэмпай, там опасно! Прочь с дороги!» крикнул я, взмахивая катаной, которая прошла сквозь него. «Ух, это было чертовски близко!» Я пробежал еще немного, но Тоби вновь остановил меня, вынырнув из-под воды. Он схватил меня за ноги с такой силой, что я шлепнулся лицом у поверхность воды. «Да послушайте, сэмпай, Тоби помочь хочет!» «Там и правда опасно!» «Я могу доказать!» «Вы рискуете погибнуть!» «Как те двое!» «Да что ты несешь?» «Я нашел двоих шиноби в одном из полуразрушенных зданий!» «Сэмпай, это место чертовски страшное!» «Давайте лучше на берегу поговорим!» Его слова буквально пропитаны испугом. Все мои инстинкты говорят, что я не должен его слушать. Но внутри сейчас горит неукротимая ярость, которую сдерживаю из последних сил. Если он хочет заманить меня в ловушку, привести к создателю Гензицу, то я готов. Я столкнусь с ним лицом к лицу и убью. От этих мыслей мне стало не по себе. Привычное спокойствие словно ветром сдуло. Сейчас я как никогда похож на себя прежнего. Готово уничтожать все на своем пути, если это мешает моей цели. Хорошо, веди меня, леденящим кровь голосом проговорил я. «Да, сэмпай, не делайте только такое лицо. А то не хотелось бы стирать штаны после этого. Двигай давай!» Сказал я, давая пинок под зад Тоби. Продолжение следует. Ну а если вы хотите увидеть поскорее новую 62-ю часть, то наберите 330 лайков и 85 комментариев. Тогда я начну ее записывать, и она выйдет поскорее. У меня все. Ну давай, Тоби, че встал? Двигай скорее! Субтитры создавал DimaTorzok